здравствуйте дорогие друзья приветствие и почтение вашему драгоценному вниманию послание арктурианской группы от 21 августа 2022 года читает лора высшие силы цивилизации арктур дорогие читатели мы рады снова связаться с вами которые решили принести свой свет и осознание в процесс вознесения земли знайте что если вы читаете и относитесь к этим сообщением мы имеем в виду вас поверьте что вы делаете то ради чего пришли даже если вам кажется что вы просто живете обычной жизнью многие изучающие истину программируются на этом пути полагая что духовная работа состоит только из ченнилинга работы руками за столом обрядов и ритуалов исцеления и так далее и эти вещи могут быть ее аспектами однако реальность такова однако реальность такова что работа света это именно то что она говорит работа по удержанию света верьте что божественный план жив и здоров несмотря на то что кажется регрессом мирового сознания хаос служит запуском процесса пробуждения для многих кто продолжает жить жизнью без полномочий никогда не задавая вопросов и не думая самостоятельно и веря всему что им говорят если человек рассказывающий занимает авторитетное положение в правительстве религии образование или медицине их подверженность действиям отражающим плотные и давно скрытые негативные энергии заставляет их впервые фактически признать проблемы которые они всегда предпочитали игнорировать или отрицать в пользу продолжение комфортной жизни и выбранной ими системе убеждений никогда не подвергая сомнению статус кво который они уже давно считают нормальным и правильным все они только избранные называемые святыми мудрецами или гуру являются уполномоченными существами света на разных этапах пробуждения к реализации этого некоторым потребуется больше жизней прожитых в трехмерной энергии а некоторые уже достигли этого состояния сознания но все они находятся на пути к постоянному духовному осознанию независимо от того как они живут настоящее время по-другому и быть не может потому что единственность есть единственная реальность и она бесконечна когда первая искра настоящее правды касается и раскрывается в сознании это вызывает период времени в течение которого человек чувствует себя эмоционально и психически травмированным этого нельзя избежать потому что произошел сдвиг в их состоянии сознания и опыт внезапного осознания того что все чему их учили и во что они верили ложно разрушает фундамент который они построили и от которого зависели оставляя их барахтаться в замешательстве которое быстро рассеивается по мере того как сознание продолжает разворачиваться многие вещи ждут своего часа чтобы вскоре проявиться и помочь все большему количеству пробудиться от вечного сна который они пережили веря что они были просто физическими телами человеческими существами живущими только одной жизнью и подверженными всему и всему плохому никогда не забывайте что все являются божественными существами выражениями одного вездесущего всемогущего всеведущего бога мы часто говорили об этом но нынешнее время требует повторить это ничему не сопротивляйся это не ваша работа как работников света спасать мир с помощью трехмерных решений ваша работа это что вы пришли делать как развитые личности состоит в том чтобы удерживать свет будучи светом поскольку есть только одно сознание свет который вы держите в своем сознании автоматически помогает и возвышает тех кто рядом или далеко и может настроиться на эту же энергию наслаждайтесь обычными вещами жизни выделите время чтобы выпить бокал вина почитать хорошую книгу посмеяться с друзьями или прогуляться на природе и поговорить с деревьями это также духовно как сидеть в церкви и слушать чужие представления об истине или участвовать в молитвах умоляющих и умоляющих энергии радости имеет гораздо более высокий резонанс чем энергия у меня нет дай 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 бедный я следите за своими мыслями в течение дня стараясь придерживаться истины насколько это возможно энергия всегда притягивается к энергии с которой она может совпасть потому что энергия всегда стремится к единству и целостности независимо от того насколько плотной или легкой может быть энергия энергии воплощенные в мировом коллективном сознании притягивается к подобным энергиям содержащимся в сознании индивидуумов человек который чрезмерно обеспокоен и боится здоровья и болезней автоматически притягивает к себе мысли и убеждения о здоровье и о болезнях часто создавая их для себя человек который постоянно думает беспокоиться и придаёт сил денежным вопросам также будет привлекать концепции убеждения и опыт недостатка ограничения и даже изобилия трехмерная двойственность она одинакова для всех верований отношений старения и так далее и тому подобное всегда помните что трехмерные мысли которые могут течь к вам и через вас никогда не будет вашими лично независимо от того насколько сильно они могут ощущаться как ваши многие из них просто представляют собой старые привычки потому что ум на протяжении жизней тренировался думать определенными типами мыслей сила не в том чтобы отвергнуть нежелательные мысли а в том чтобы знать что единственные настоящие мысли которые лично принадлежат вам это мысли бога об изобилии здоровье гармонии мире радости полноте любви и так далее говорите со своим разумом позволяя ему стать партнером вместо того чтобы сопротивляться мысли некоторые из которых могут иногда шокировать вас в течение дня имеют только ту реальность и ту силу которую вы им предаете многие пытаются блокировать все мысли во время медитации что невозможно и заставляет человека тратить время медитации исключительно на попытки блокировать мысли работайте в партнерстве со своим умом который является путем осознания поговорите с ним позволив ему отдохнуть и слушать вместе с вами а не против вас пока вы ждете безмолвного осознания своего единства с богом позвольте процессу дорогие всегда знайте что разворачивается более широкая картина чем то о чем может свидетельствовать внешность ваше высшее я отвечает за вашу эволюцию и знает к чему вы готовы и когда и не допустит переживаний которым вы еще духовно не готовы в своем эволюционном путешествие доверие знание того что земля это не материальный мир наполненный болью проблемами и злыми людьми а на самом деле духовная вселенная населенная сыновьями и дочерьми бога всегда было и всегда будет эволюция это процесс пробуждения к этому мы и арктурианская группа а 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 Продолжение следует...